он, да, за успех пошла белая полоса. как я ее называю? white beat криптую отсюда Всем привет! Это Гагарин Шоу! И мы все никак не попадем в нашу новую студию! Но это нам не помешает снять сороковый, твою мать, выпуск! А как известно, если мы доживем до 50-го выпуска, то наше шоу может стать успешным. А если доживем до 62-го выпуска, то можем получать пенсию, я правильно понимаю? А если до 72-го или 74-го, то можно, как киевская динамо, выиграть кубок кубков. А я не говорил, да? Ты не говорил, что будут два взрослых чувака, ворочащие миллиарды, гнать всякую хуйню. Я сказал, что будут два чувака, ворочащих миллиардами, а потом отвернулся. Гнать всякую хуйню. А теперь, в честь юбилейного выпуска, я решил сделать вам невероятный подарок. О-о-о! Кажется, нас приехали арестовывать! Кто? Что? Кто? Арестовывать? Я знал, что... Аристотель приехал! Я знал, что это красный город. Приехал Анасис. А, серьезно? А такое? А такое? О, длин! О, длин! О, длин! О, длин! О! О, длин! А вот так... Леха, а ты зачем малых с собой, с Киевом? А вот так! Здравствуйте! А как-то мы можем по-другому решить вопрос? Есть, все есть, все есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Наркотики как-то пытались заказать, ребята сказали, что... Базарю! У меня брать нечего, клянусь богом. Отставляй ногу. Чисто. Настя, просто так, чтоб ты знала, мне не нравится. А так нравится! Прости, Настя. Прости, Настя, по-моему, я нашел тебе замен... Давай не скупись! Давай, дурь, не скупись! Здравствуйте, может как-то решим. Наркотиков нет, оружия нет, документы нет. Наталья Ареля подъехала. Бьется сердце. Мне 15, мне 15. Я так аккуратненько так прыгну. Да, да, да. Тотя, за что? Очень. Мне все было хорошо. Да, да, конечно, делайте, делайте. Мы играем, играем. Сильно играем. Мне сильно сказали, приставайте. Почему? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мы такими не беремся. СМЕХ Малыш! СМЕХ 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 Коля, позорно в шоу. Дурник, я тебя не видел. И в ситуации. СМЕХ СМЕХ А он наркомат, вообще, посмотрите на него. У нас мало. Малыш. У нас мало. Малыш. Малыш. Ты не балуйся, если вдруг чего обращать. Какой? Класс. Ребятки, если вдруг чего, вы знаете, кого вызывать. Да. Вау. Это в Харькове по 112 приезжают. А еще, девчонки, приготовили для каждого из вас фирменные подарочки. Девчонки, подарочки. Оу. Не, мне говорили, что Харьков ментовской город, но не настолько. Что, они везде, брат. Это наркотики? Ты Леша, а я Алексей. Спасибо большое. Так, смотрим, подарочки, подарочки. Во-первых, браво! 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 нет я знал что у вас интересное шоу мне маску подарили сленослон какой-то разворачиваем наши подарки а мне подарили девочки рулят спасибо ребята спасибо пацаны талия братик ну шум и я кому передать и что тут ой а вайт а вайта тут смотрите тут уайт а тут а теперь ты всегда знаешь желтеньким или коричневым я знаю что сзади у меня всегда бомби это это просто же нереально посреди white получается написано белым и его не видно и остается только бит да это же и на да да а когда будет желтенько спереди коричневым да она проявится посмотрите на этот битлз вообще конечно я тебе оставлю тогда тоже лично будет красиво мой размер я тоже хочу я думаю что не перелет а у меня тут же кстати трусы есть если что-то не реально почему ты в жизни не носит это нереально описывает футболка какая хорошая причина это очень это очень красиво сегодня корпоративный день тоже не должен говорить зайка зуба являетесь то коррой диву появление коричневого реально бывает вообще нет да белая на белом так называемо белая на белом это так себя удивляет это очень это класс знаете что мне нравится в этих парнях они не устают удивляться на эти да как дети и радуются свои белые на белом не видно елки посмотрите вертолет полетел ребята спасибо большое за подарки и за этот я хотел сказать я хотел сказать от себя мне стукнулся ракет по моему это моя лига была подожди а у вас а есть подарок куда-то его достал просто если я достал из этой точке а есть подарка это чья подарки у собственников только угадай не знаешь как вы сами себе дарите подарки при гостях так вы такие чуваки а дай пригласим гостей будем друг другу дарить подарки смотрит и захлебаться смотри вот это вот вот это вот это вот дурнив дурнив а вот это да уже не дурнив а вот это уже даже не дурнив да это потап только немножко растянутый и про брат и вас его слегка спасибо щепот фирмену мы должны поменяться чашками да да корме у меня должен быть дурнив растянутого дурнив на широком экране вы с этим приколом просто сегодня реально проб но по реально под я сел так и думаю так подожди значит реально человека встретили получается приехал я же нагрузил я уже на измену он не переслал в это аудиосообщение я сижу на изжоге думаю то что же делать а как поменять ситуацию а мы стоим за себя я пишу я пишу ему лёха может я сейчас приеду прям по гостиницу заберу его по городу экскурсию проведу расскажу но это не 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 а ты дожал их да послушай посмотрим как нас встретит ребята не там будем какой-то это самом приезжаем харьков мы мы специально приехали в конце концов нам интересно давай скажем ребятам что потап настроение и ты у лёша конечно послушайте потап такой а знаешь он не сказал еще он сказал и ты не понимаешь что я ему рассказывал чтобы он сюда и сделал это алексей дурнив сценарист алексей потапенко лёши полетели я предлагаю такую штуку помните фильм был когда четверо друзей друг друга образовали что четыре мужики дёрт три мужики дёрт они это не 2 3 4 3 4 собака за 3 4 ушки играли в квача типа все время идем под а да давайте друг друга под всю жизнь прекрас я это делаю уже три года с тобой да ну ты началась во первых я сейчас имел виду мы командой против их команды это во первых хорош он объединяет тех людей кто не квач ты понимаешь что наши зрители не знают что такое квач а вы давайте выпьем выберем да надо сухого вина чтобы так это тот редкий случай когда 40 отмечают 40 я отмечал цели 40 тоже но тихонько два по два но тихонько два по двадцать до три по пятьдесят четыре по 200 и так дальше отмечал а у вас вы суеверные вообще не я нет а когда биток упал да кстати когда илон маск вышел на snl и сказал что . . . это просто хайп какой доги доги но он меня дождь дождь это друг эта машина я в гонками увлекаюсь в одном из чатов гонщиков чувак пишет типа вот дождь можно покупать а я ему пишу только а я ему пишу а какой мотор хорошо доги неважно интерпретация но суеверия же не суеверия он взял сказал об этом пошутил вроде реакция должна была быть взлет вверх а на самом деле произошло падение вай в самом деле после того как после того как маск написал о том что его команда работает с разработчиками доги coin для того чтобы оптимизировать блокчейн с точки зрения расходов и скорости работы блокчейна стоимость выросла на 50 процентов за сутки вот сейчас торгуется она выросла она выросла но лишь ну ты знаешь это с возрастом упала один из нас не положил плед на коленке правильно бабушка потап время биткойн был покрепче не стоял подольше а я знаете почему чуть-чуть прикупил вот этот доджик он правильно да доджи на долги долга долги все долги если пишутся дил джи и сил доджи долги 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 по-другому пишется долги окей хорошо давайте по-вашему долги окей хорошо ваша взяла долги кольцать и почему мне понравилась собачка это нарисовано да просто понравилось собачка а еще моя почему тебе собачка не понравилось три года назад не знаю я и конечно она взяла 0,00001 я не знал а валера кстати продал все доги coin когда он стоил еще меньше цента серьезно да а мы обсуждали да на медне я он не получил 3 миллиона долларов не пацаны и вы такие свободные вы такие крутые бизнесе вы такое на создавали вот когда делали и так легко можете ввести это не 40 выпусков нам никто не сказал что сейчас какие-то аналоговые бизнесмены вашего уровня сейчас проводят время они сейчас 30 с баре нет у них у них зад отчет во первых они расстегивают а мы совсем другие вы слышали когда мы приходим я хотел рассказать как мы приходим я хотел рассказать мы приходим в стрип клуб но мы не ходим в стрип клуб ты же рассказывал на этом самом месте как мы биткоины меняли они меняли не они а я а ты стриптизерша купила биткоину стоп стоп еще раз и когда я хожу стриптиз клуб я я плачу деньги а хлеб получается потап платят стриптиз клубе хлебу да я не понял я вам рассказываю знать событий на цепочку ты откуда знаешь мне люди говорили да а я там был ты хочешь сам рассказать его хлеб виде в курс дела были объясни пожалуйста объясни я никогда с плюсом из стриптиз клуба не выходить значит шел я вам сейчас 90-го года нет нет это было это шум 2017 год так где-то примерно сентябрь потому что курс где-то был в районе 7000 мы зашли в клуб с баскетболистами тогда только появилась команда соколов мы отыграли первый тур против кременчуга а с президентом кременчуга моя мама фильмы рассказывать стрип-клуб ну и там еще были люди нас было человек восемь ну надо было зайти я выгуливал гости ну понятно тогда я был один надо всегда говорю я могу надо было пойти нас послушаю таких гостей ну как шо и хрисик балет шайпаном цептиз клуб ну котик ну ты же знаешь как это бывает ну да с гарем ну вот это вот все ну как бы ну ну вот ходим сидим все значит это подходит одна из сотрудниц юлия викторовна и спрашивает спрашивает вам потанцевать или я говорю присядь на коктейльчик и я говорю слушай вот ты танцуешь она садится на коктейль она неплохо она говорит она села на единорога он чуть побольше все же был не такой конечно вот я говорю а что ты вот ну вот ты понимаешь что уже мир переходит в цифру у вас нет у вас карточки при принимая через раз вы берете 10 процентов за обнал надо криптовалюту провести попробую криптовалюта ты не знаешь рублен один bitcoin уже стоит 7000 баксов 7000 она это не они я достаю значит из широких штанин показывают смотри сколько у меня сейчас тысяч вас американских долларов да не это он да у меня там друга другая категория японская рада японский рейтинг у него все виталий как бутыриных и вот сколько у меня нулей сколько битков она я хочу я жука было у тебя нулей и у меня было там тысяч шестьдесят долларов да ну типа восемь или девять биткоинов шутка мы их не покупали все мы конечно крутые каждый день ну они послушай так дешево вырос она выходит с телефоном и говорит установи мне приложение я хочу биткойн и я говорю nokia устанавливаю вот так и так и вот тестовать его транзакция вот я отправил 10 долларов я хочу купить на полторы тысячи я ритушу серьезно ну да сейчас из трусов ха ха она идет приносит 700 баксов это может поздороваться она говорит может танцуют просто она говорит я хочу так и было я говорит типа ну вы что будет можно больше отправить эти завтра честно да мирю ну нет я тебе верю я отправляю на полу остановись пожалуйста никогда не расскажу эту историю так рассказывает так значит она приходит ко мне дает 700 горит умоляю пожалуйста положи мне на насчет или помоги мне тогда было все то есть ты выходишь из стриптиз клуба с деньгами так и был как тот и такой кто ты кто ты кто ты сатана ангел бог кто ты какого я всегда трачу там лавэ что такое стриптизло так и было она говорит она приносит не отсчитывает на стол 700 долларов и тут в какой-то момент пати просто затихает потому что все товарищи которые сидели кому-то понимают что происходит она мне отчитала 700 долларов я взял поцеловала кольцо ты просто прохожу находит стриптизерша ты дом горлеона берется подожди давайте сценка первое из вашего выступления нет прикол в том что она выходит нормально да а 700 и кольцо дай пацаны и пожалуйста чтобы я тебе верю потому что сильный как раз в карман засовываю 700 долларов не моя сцена я я отвечаю не моя сцена не что это было я только что продал битки они просто вот вот люди которые со мной сидели они ряд биткойн это полная они тут его что-то из-за такой истории из-за таких историй которые показывают всему дал кому миру который до сих пор не понял что биткойн это божья благодать из финансовых вершин упавшая на нас как просто золотая это было что-то это фантастика такие истории это библейская история для биткойна дорогие подписчики ставим лайки и колокольчики пожалуйста уникальные истории а у вас активные подписчики но тогда активные они на крысу смотрят не на крысу на крысу смотрят на крысу на крысу смотреть а бесплатно не это типа смотришь и лайки не ставишь это на крысу смотрим во первых а хочется обратиться ко всем подписчикам во первых история действительно уникально я разбираюсь я разбираюсь я разбираю я дурнего папа во первых это раз я его вырастила на а теперь уникально ничего я была молода поставьте пожалуйста подписку колокольчик и напишите вы носили ли вы ловы из трепетийского и как а теперь концовка концовок но это ну как бы это история еще не закончен подружа глеб периодически нет нет да и я рассказываю дальше что происходило дальше происходила следующая ситуация когда я брошу она ко мне подходит туши ты не понимаешь как это мне помогает когда я клиенту начинаю рассказывать про биткойны чей вы увеличиваются над молнию стоит а ведь ну я типа выгляжу в глазах посетителей просто продвинутой максимально более того она знает бит а если во время сейчас я жену обсужу две секунды а если во время а если во время секса говорить что-то о криптовалюте пожалуйста он говорит о крипте как во время секса не говорит никогда я знал что вы больны во первых подыты какие-то реально режим телефон и я такой зависит если растет то что если я в лонге то это очень хороший секс имеется ввиду кузов мерседеса сучка шутка донес в этой истории прилетела короче говоря если я верю в то что курс биткойна будет расти получается как бы уже прикупился получается вот если он не растет в момент когда я прикупился то получается настроение не очень и секс соответственно тоже посмотрите я могу на экране наблюдать минус 11 миллионов вот за полчаса например долларов это же неприятно трахаться в момент когда у тебя минус 11 я не смог никогда больше я вообще не сказал бы ты понимаешь ты выбрала лучшего мужчина по теме земля я вообще сказал бы ты это я не понимаю я не вижу тебя я не вижу тебя я вижу минус 11 я не трахаюсь нася минус 11 в голове не вижу это когда через жопу вылез просто уже просто минус 11 Глеб добавил что-то из своей кухни но это друзья да а сейчас то я предлагаю заглянуть себе между ног и чуть чуть ниже упал спуститься глазами соответственно и глянуть что у нас под креслом опять сверток опять сверток вот ты где почему 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 светленькая но почему и светленькая ты похож на игоря королевика или и земнасти каменской было потапа этот парик мы дали глебу чтобы тебе было комфортно в компании мужчин об этом нас попросила настя чтобы ты всегда помнил о своих лиф тогда давай петь вместе как-то не крути но мы не пара не пара ты же пугачёвая я подстригусь на лысо реально вот съездите за машинка я подстригусь на лысо не надувать не надувать не надувать давать что-то сразу думаешь а что это реперская фишка через рот может надуть ее и что кайфового вот резиновый а что нет мужики да смотрите ситуация как бы пути пацанячьи неисповедимы произойти может всякое так сегодня у нас значит ситуация понятная с тем что как и почему а может быть и знаете форс-мажор легче поменялось ты что-то выщипал брови не могу понять ребят один вопрос все пьют или нет все вот кстати если ты уже настя то веди себя как настя давай ребят это кто поет вопрос а это время стекло поеда вот два графе и вода тоже моя песня до опрос еще из другая штука это майонез это суходрочь тут 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 сочи ребят суда суть конкурса очень простая кто надует малую самым последним тот объявляется молодым и весь оставшийся вечер пьет из головы по 3 2 1 подожди алло эй слышишь потап сука посмотри как делать все я все есть ура не считается стоять ду еще ду еще она прям до конца до конца а если у меня она такая взрослая у меня на настроение она полгода ну что это ребят тут как бы не говорится добавить передаю бокал лешеньке нашему дорогому драгоценному а лёха 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 дурни смотрю все твои шоу лёшка а люблю выпуск я здесь бокал молодому она до дна пить мне просто интересно что вы делали 39 передач до этого я тебе лёха зал не будет больше время стекло ты соль на тебе ла 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 давай ты как я учусь горит моя душа а может быть едва а может быть и ночью а может до светла лёха я тебе скажу что мы делали я тебе скажу что мы делали 39 выпусков мы не закусывали не закусывали 39 раз позвоним серёжа можешь подойти просто к мужу кому к мужу это я муж ну да не он ну а ты муж власть ты бы как-то следила за лицом а я думал я дорофея обычный разговор нет ух из головы как-то тяжелее пить ну мозги дома по моей счастью насть я ты знаешь я сегодня не вернусь я начал играть в крипту ты знаешь что такое крипто крипто играй с нами тут такая остановиться невозможно играй с нами вот такой слоган был пошла белая линия пошла белая полоса white beat is in the house in the house in the house гагарин шоу слушай ну если уже стриптизерши научились разбираться в криптовалюте благодаря твоей назовем это так персональному менеджменту когда ты приходишь сам в стриптиз клуб и учишь вы когда-нибудь встречали кого-то из интересных профессий неожиданно человек который говорит про биток или про это риум про вот например там дворник это вчера это рюм так я хочу сказать а ну это маленький инсайт в том числе для наших подписчиков как только дворник твой во дворе заговорил о том что нужно покупать биткоин ты в жопе то ты мой мил человек должен его продавать а вы знаете знаменитую историю когда джипи морган а ну объясните пожалуй не пожалуйста глеб можно джипи морган или без по тому что фондовый рынок так работает покупай страх а давай эйфорию а уебы и это наш первый с тобой урок по мани менеджменту соусом может кто-то знает историю про джипи моргана у джипи морга я знаю настя ты такая умная джипи морган джипи морган джипи морган в импорте за вы билдинг или вол трейд центр я не знаю куда он шел ты все русские слова сказал то нет а можно и обувь как обычно мне почистить ему чистит обувь человек или то скажите джипи морган доброе утро а вы как считаете лучше покупать акции корпорации кентукки мотор ойлс или франции кукуруза эйрстайл у меня есть парад у меня уже вылетают кукуруза изо рта ну ну да дожай врать да и он первым делом когда поднялся к себе на этаж он продал сука все и через четыре дня наступила черная пятня нет черный понедельник а это как связано с историей про дворника дворника если тебя какой-то человек который вообще не дупли не а то что такое знак что такое это триггер до триггер что объяснить что такое триггер на русском скажи на русском это подсказочка триггер это да это счетчик да это такой значочек на который стоит обратить внимание почему но приятно лёх скажи просто да а было ли у тебя хотя бы хоть раз жизни такая ситуация в которой ты был в америке да смотрите благодаря алексея дурнева его шоу по которым мы не будем говорить в этом прекрасном в отличие от его действия я узнал что я очень много говорю об америка знаете почему пуши я ее люблю она мне нравится ты задорнов я за иванов дурнов я задорного ты я задорских я задорнивых я тебе хочу сказать один очень немаловажный момент который для меня являлся определяющим в коммуникации с тобой когда лёха сказал о том что мы встретимся с лёхой и как бы будет лёха лёха и люся а я а тебя тогда не было еще в проекте я смотрел одно из твоих интервью я понял что ты прям вот именно наш человек не с точки зрения того что ты из музыки мы скрипты и так далее а с точки зрения того как ты работаешь над украинским продуктом как она столько близко это настолько понятно то есть ты можешь любить америку но все что ты делаешь ты делаешь украине я беру все из америки самое лучшее почему об этом говорю по супер украинскому проекту и продукту дурнева и вообще вдал мозга костей национал патриоту давайте честно говорить потому что заходя дурневу домой сначала упираешься в три зуб а потом через сало проникаешь нему и вот сам уже лёша дури лицом помидор раз ты вспомнил про стала быстрая загадка как называется сало сало вокруг вагины до 1 а тихо сало вокруг вагины называется туда туда женщина почему-то до сих пор сам красивых девочек вы жду ли в асторе лёша все оплатил он блогер у него деньги все финансы всех собрал в турции девочки все красивые денег много все хорошо номер и девочки так и было я не знаю куда ты садиться с ними и говорит а знаете как называется сало вокруг вагины за это сало ты всегда будешь соло ребята это 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 я не знаю название выбрал я когда побывал вот у вас в офисе сейчас и посмотрел как вы гордитесь своим а у нас есть у вас верти не перебивать его сейчас первый важный мой красивый момент красивая сказать да новый офис каким пиететом радостью с какой гордостью вы рассказывали здесь будет сидеть новый офис новое все красятся вот здесь будут вот еще люди не виртуально еще они только они в воображении вот сейчас заходит в ваших умах туда и и как вы говорите о том что мы здесь из харькова чуваки которые здесь конкурируют самыми большими топовыми мировыми брендами крипто там биржами и т.д. и т.п. и по я понимаю как гордость вас берет и какая меня гордость берет что от наши чуваки сидя в харькове здесь прямо считающие о том чтобы из страны не мечтаю о том чтобы из страны друзья это неприлично не давайте так шутки понятно у нас много всего там вот то что сейчас сказал алексей это очень серьезно это важная вещь ребята которые делают здесь и не мечтающие из страны а как сегодня ребята мне говорили о том что я говорю как вы приглашаете на работу этих людей которые разорваны мировыми брендами ведь айтишники у нас которые пишут программы они они все они везде они работают на мировые компании и каждый из них может поехать за границу и знает чтоб что он будет получать там столько-то и столько-то но они работают здесь на украинский продукт в украинской компании гордятся и радуются но это достойно аплодисментов и что это очень круто еще круто к нам когда-то на шоу там выпусков 20 приезжал человек один из разработчиков сети биткоин который разрабатывает биткойн один из тех самых он харьковчанин кстати до харьков сейчас окажется что биткойн это харьковская разработка 10 лет назад еще был биткойн свой в том что он реально приехал холкой мы его позвали килку один наш сотрудник познакомилась с ним эта девушка была один наш сотрудник познакомилась с ним агент агент сара переспал с ним немножко и так вместе трахался что полоски смотри ну полоски смотрел Так, ну что, да-да-да, ну-ну, и, да, Харьков, столица биткоина. Короче, друзья, реально нужно любить свою родину, это вот сейчас без шуток. Ребята, это вот... Помни свои корни группы Каста, да, помни свои корни. Не забывай свои корни. Да, не забывай свои корни, да. Да, я хочу просто ключевой тезис сказать, очень немаловажный. Вы знаете, такая есть поговорка, языком пи*** не мешки ворочать. Смотрите, вот сейчас в кадре два немедийных человека, но успешных отраслевых. И два медийных человека, крайне успешных, известных. И отраслевых свои, и продуктовых, кстати. А про меня не сказал. Настя, пожалуйста, не вмешивайся. Да, да, успешные люди. Спелая и спела. Причем здесь ты. Ты просто жена Потапа, что ты это самое? Начинаем. Слушай, ну я стараюсь. Если бы не я, ничего бы не было. Тараюсь, как моя и твоя грудь, и все. Это покажут в теленедиле, я клянусь богом. Теленедиле. Так вот, смотрите, мы на своем примере абсолютно открыто, ясно и понятно заявляем о том, что... Вообще, на самом деле, я сегодня тебе не рассказал до конца, но когда-то на меня, в том числе, вот в этом формировании моего детского я, был такой фильм «Интердевочка». Да, вы упали. И она просто... Она на этих словах упала. Слилась эти слова. Слилась. Слилась. Про меня. Это мануэрка. Про меня. Так вот, фишка заключается в чем? В том, что в советском, в постсоветском пространстве культивировалась мысль, что вот там вот где-то в Германии хорошо. В Узбекистане. Вот там вот где-то в Америке, вот там вот где-то в Америке хорошо. Ты был там, беааас. Я был 3 раза там. В Узбекистане, в постсоветском пространстве. В Узбекистане и культивировались. Это поссоветский в Узбекистане был? Этот хуйк начал перечислять все постсоветское пространство. Узбекистан, помню. Помню, Армения. Я, короче, чехослав aplikationline. Фишка просто в чем? Я, короче... Была вот эта вот позиция, которая на самом деле очень долго культивировалась в умах молодежи и, соответственно, это поколение 90-х и потом следующее поколение 2000-х, культивировалась мысль, что вот там где-то лучше, чем здесь. И, конечно же, были такие тезисные такие нюансы и моменты, когда типа, смотрите, язык это же не то, что произносит рот, это сообщение энергии между двумя сосудами. Так вот, и вот это вот всякие «хорошо там, где нас нет» и прочие-прочие всякие вещи. Да, это навязывалось. Это навязанный тезис. Культивировалось и вбивалось в головы. Жестко, да. «Хорошо там, где нас нет, вот там за бугром хорошо, а тут мы были всю жизнь в говне, сиди и не вылазь». Да. Да, и будь в говне, чему ты льешь. Я тебе помогал. Да, 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 обнимай тебя, кричайшим образом. Да, 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 люблю целую. Созвонимся. Я передвину трусы чуть-чуть. Я сегодня недопоздна, но... Ну, ладно, никто не пойдет. Никто ничего не обещал. Я думаю, он врет. Ребята, завтра в 6 утра у меня самолет, пожалуйста. Я просто хочу сказать, ребята. Да. В Украине можно делать супер пи***. Это 100%! Я подписываюсь под каждым этим словом. Пацаны, я люблю вас. Дайте, Настя, дайте. Дайте, пацаны, дайте. Ах ты ж! Это 40-ой выпуск. Самый кончист. 40-ой. Ну что же, и мы, конечно же, как всегда, нет-нет и посудачим на тему того, что под капотом у нашего гостя. Что? Под капотом? Говоришь, как мой уролог сейчас. Что там у вас, Алексей, под капотом сегодня? А вы знаете, как говорил один... Тебе уролог говорит, что у тебя под капотом? Один гинеколог, который нажрался у нас на вечеринке, он подпивает, подпивает водочку и потом в какой-то момент очень сильно напивается. И я так слушаю, что он говорит, сквозь стол сидящий, он говорит, а вы знаете, какие писточки у маленьких девочек, как варенички. Леша! Леша, родной! Сказал он! Послушай меня! Сказал он! Послушай меня, у меня ситуация. Я с женой 14 лет вместе. Она мне говорит, я, говорит, пойду к гинекологу. Я говорю, гинеколог кто? Она говорит, мужчина. Я говорю, две секундочки. Потому что у меня есть багаж на этот счет. Давай не будем брать эту тему, пожалуйста. Я сижу с гинекологом, который, по идее, врач. Ну, как они себе представляют, бабы себе представляют, что это врач. Давай не будем эту тему, пожалуйста. Он как бы не предвзято смотрит. Давай не будем, пожалуйста, другую тему. Поменяй, пожалуйста. Твою жену смотрит мужчина? Ну, я не знаю. Я не хочу это знать. Так вот слушай. Слушай, ты и тысячи наших подписчиков. Как это работает? Сидит гинеколог вечером на встрече и говорит, блядь, такая, кстати, хорошая зашла. Практически без беды. Практически без беды, говорит. Практически без беды? Практически без беды. Это новый альбом. Отписи, да. Зашла хорошая. Практически без беды. Я не видел никогда такой красивой пи... Практически без беды. Классический. Мой дорогой Алексей. У нас есть несколько фактов про тебя. Хотелось бы, чтобы ты, конечно, не отвертелся. Максимально наш чувак. Открытый, понятный, крутой. Смотря о чём вы будете говорить. Итак. Сейчас проверим, насколько я у вас. Потапа узнают во всём мире. Так. А он однажды не узнал Мадонну. Да. Было. А знаете почему? Во-первых, это был последний концерт тура в Америке. Лос-Анджелес. Четырнадцатый город подряд. Четырнадцать перелётов за четырнадцать дней. Я устал. В конце тура. Лос-Анджелес. 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 Выступление. Подходит какая-то женщина взрослая в платке. Бабця. В клубе. И на английском говорит. It's awesome. It was unbelievable. It was perfect. Лос-Анджелес. А я уже пьяненький. Я уже немножко пьяненький. Говорю. Да, спасибо. Фотку, как всегда. Чик. А кто это? Я даже не понял. А потом подходит хозяин клуба. Говорит. Что тебе сказала Мадонна? Я говорю. Кто? Кто? Мадонна? Вот это. Вот. Он говорит. Я смотрела. Стояла. Ей нравится. Она ничего не поняла. Недостована. Энергия, которую она увидела. Она говорит. Я такого не видела. Ну мы, конечно, уже приняли к этому моменту прилично уже. Что последний концерт? Это сегодня мы приняли. А тогда? Тогда я был помоложе. Понимаешь? Тогда и Мадонна мне не Мадонна была. Ну вот такой случай. Когда ты подходит кто-то, ты же не понимаешь. Когда в Раше, в этом, знаешь, когда ты в движении в этом сумасшедшем, ты иногда подходят какие-то суперзвезды, ты не замечаешь их даже. Потому что они у тебя на концерте. А потом ты у них на концерте. А потом ты у них на концерте. Спасибо, что ты сказал, что нас ожидает через пару лет. Может ты сам суперзвезды и просто посмотрел на Мадонну и типа послушай. Что за песни. Олеся, олеся. Типец не молит. Олеса, олеся. Песняры были, а ты иди иди. Нет, 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 я люблю Мадонну очень. Я Мадонну обожаю. любит меня пырышки пупырышки дырышки мумырышки о красивая тырышки мумырышки это уже на женскую делать женский вариант но вот так бывает самом деле это очень прикольно ну то есть ты не загордился я не загорится просто не узнал не увидел не понял иногда бывает ребят напишите просто в комментариях кто из вас не узнал мадонну как бы ну послушай хотя бы раз в своей жизни сраной если подойти сзади к тебе ночью ты стоишь возле ларька покупаешь пиво вот непонятно ты настя каменских или его бобу железобетонная або люди крабы целью дык рабы саус парка в начале карьеры то потап и настя до ненавидели друг друга они ездили на работе новости читать алло мы по очереди должны это делать у нас одинаковый текст с тобой понимаешь одну ты штуку читаешь одну я одну ты могу я насть пожалуйста про меня спасет раз жизни про меня говорят из-за тебя меня вообще никогда не видит по-русски получается в начале карьеры потап и настя ненавидели друг друга они ездили на разных машинах жили в разных гостиницах гримерках и виделись только на сцене оба евреи по сейчас они женаты до яркий пример поговорки стерпится слюбиться наверное я не ставил поговорку тут поговорка алима что такая поговорка такая со стенали это когда бдсм знаешь я не хотела терпится слюбиться понимать нет я бы не ставил такую поговорку в начале дома бы так ругались сильно что поздравляли с день рождения у меня у нас и 4 мая у меня восьмого и вот 4 мая у меня был день рождения полный например 40 выпуске стены мы например в кировограде например а мы не говорим друг другу не общаемся приезжаем на разных машинах разные отели вот так подходим друг другу с разных сторон сцены выходим это время не пара на районе мы говорим через зал сегодня это волшебный день у моей партнерши насти каменских давайте кировоград поздравим нас с днем рождения все сделай как бы не я и напрямую сказал а через зал как бы она мне очень не нравилось этот момент потому что мы ругались потому что мы не находили общий язык она мне дело то же самое в ответ в тель-авиве например 8 мы уже в тель-авиве и на тель-авив пожалуйста волшебный день у бота подняжение вот так вот мы ссорили 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 ссорились потом бах и любовь то другая пословица любого сколько волка это берем это берем это короче но так получилось послушаю но где-то у нас прописано был насть подлежащий камень вода не течет не например оп опрос сенция потенция с си синьор заняться сцила виде виде вичи пришел увидел победа бедил до аквилин он каптут мускас орех не ловит асу в вине правда да да хорошо театка но то бэн и хорошо кархарадон кархарадон кархарис с красиво но это значит большая белая акула а ты же white beat нас руку но вагина нора до когорта и хочется и коли здесь да давай ситуацию разберу пожалуйста лучше тут написано что ты лишь два высших да было а зачем ты их имеешь отсидел их можно просто получить в ях получил сначала отымел и национальный университет спорта и киевский экономический вуз да теперь ты дипломированный учитель физкультуры тренер по плаванию и магистр экономических наук да только неправильно института национальный ухты и спорту украины и 2 национальный экономичный университет вот он не подготовился ничего страшного это мисс адрес тенден из интернета википедия понятно да два высших образования они мне помогают смотря на красивая другое другое экономическое шоу-бизнес спорт и экономика white beat все давай глеб прочитай пожалуй мы уже его озвучили 58 четвертый 4 факт связан с тем что как бы тебе столько же лет лет до наших выпусков как бы типа отождествления юмор 40 40 класс смешного должно быть как бы тебе или дали подъемная надо его побрить или пи*** ему дать хотя бы на худой конец нету рта у глеба не может поесть колбасы и хлеба так смотрите песня потапа штольня стала саундтреком к первому фильму ужасов на украинском языке видимо это его самая ужасная песня то было бы стало прикольно на твои выросло поколение выросло до 3 погрешла и нармальных юморных лет на майнила за мной и на мою лови людей потом с этими людьми играл а вот теряна до твои песни намайнились люди намайнились на майнились на майне украинцы мы ма не ма не ма не ма не новых майне ма не ма не А у вас такие факты хорошие обо мне. Блин, хорошие, покопались. Вот хорошие факты обо мне. А плохое, знаете, я тебе расскажу плохое. Давай, супер, это идеально. Подожди, подожди. Внимание, мотор, это не учебная тревога. Я хочу признаться всем, и я выбрал эту площадку не случайно, потому что она мне казалась легкоуправляемая, но в жизни все совершенно по-другому. Я хочу сделать признание, каждое полнолуние я сажусь, у меня стол стоит перед окном, и когда наступает ночь и светит луна, меня хорошо видно в отражении, я раздеваюсь до гола и сажусь в позу лотоса на стол так, чтобы меня можно было видеть в окне. Достаю телефон и смотрю выпуски Дурнева. Что за п***? А потом покупаю Doji coin. Долгий, долгий. На какой бирже ты покупаешь их? Леша. На white beat, конечно! Я клянусь богом, я хочу просто эту рекламную кампанию. Это будет дорого. Братан, бабки не вопрос. Бабки не вопрос. Бабки есть. Бабки есть и будут еще. Я хочу отметить, хлопала только твоя жена. Бабки есть и будут. А она что? Она не против этой х**ки? Парни, я хотел спросить у вас. Можно я задам вопрос? Я человек, который... Спасибо. Еще одну песню. Продолжаю. Я хотел спросить у вас. Вся крипта, она растет, да? Если мы берем года... Или падает. Или падает. Падает внутри этого года. Но вообще, в общем, она растет. Вот в момент, когда все зарабатывают, это классный момент, кайфовый. Это крутой момент. А когда падает все вниз, вот эти вот... Как вы спасаетесь от этой депрессухи? Я бы сошел с ума. Вот как, Вовчик? Как вы спас... Как что ты делаешь? Ну, оно внизу все. Ты знаешь, что она когда-то ползет вверх, но сейчас оно внизу. И тебе жутко тяжело. Или как? Нет, смотри. Момент следующий. Мы начали развивать наш бизнес в тот момент, когда вся криптовалюта с точки зрения стоимости начала падать. И это, конечно же, не самая благоприятная почва для развития бизнеса. Потому что в этот момент все негативят. То есть со всех сторон звучит все пропало, всему пи***ть, криптовалюта ху***, все, кто занимается криптовалютой, мошенники, ну, все ужасно и так далее, и тому подобное. Пришло время выпить из мозгов. Любое падение, проседание и так далее в разных рынках это окно возможностей. Когда я начинал заходить в этот рынок и начал собирать команду энтузиастов и так далее, то я понимал, что это окно возможностей. Потому что никто в это не верит. Для всех это... Ну, что делать, чтобы не х***ться, когда падает криптовалюта? Ты можешь не спешить? Вов! Леша. Ну, вов! Ну, окно возможностей. Люди вешаются. Леша. Сейчас я расскажу тебе. Я сейчас к этому подхожу очень быстро, извиняюсь. Вот этот момент падения это возможности и для бизнеса, и для покупателей. Потому что ты покупаешь со скидкой. Вот ты, например, насколько мне донесли спецслужбы, купил себе недавно Ауди. Это я здесь рассказывал. СQ-8. SQ-8. SQ-8 ты себе купил. По чем ты взял? И вот у меня сразу к тебе вопросик. А если бы тебе сказали, Леша, ты приезжаешь на вечеринку, телочки сидят, все такие нарядные и так далее. И ты такой сидишь, говоришь, ребят, я, кстати, подобрал SQ-8. Все такие, я его видел на вечеринку. Говорю, Леша, привет, я купил SQ-8. Леша, привет, как дела? Я купил. Слышишь, две секунды. Отойди, пацан. Две секунды. Представь себе такую ситуацию. Тебе говорят, Леш, а ты знаешь, что твоя SQ-8 сейчас подешевела на 30 тысяч долларов. То есть, ты лох, получается? Ага, не получается. Лех, ты лох. А он говорит, а мне пацан ее бесплатно получил. Это во-первых. Смотри, ты купил ее за 110. И вот она в моменте стоит 70. Ты лох, получается? Ну, чуть-чуть. Если она на следующий день стала стоить 70. Если через год, то плюс-минус. Но он держит мысль, он интересно объясняет, почему не расстраивается. Да-да, ну так и что, ну и что? например, ты как мудрый, как мудрый человек и как предприниматель относишься к этому философски. Потому что ты не размышляешь на тему того, насколько упал твой актив. Ты размышляешь на тему того, как приумножить свои покупательские способности для того, чтобы те просадки, которые существуют на рынке, не были для тебя больным местом и ударом по твоему финансовому кошельку. Именно отсюда мы с тобой построили полемику на тему того, что стоит покупать по чуть-чуть. Это хорошая история. Это хорошая история. Это хорошая история. Потихоньку привыкаешь к неудачам. Нет, вообще, вот смотри, Вов, конкретный вопрос, смотри, на уровне простого нашего зрителя, комментатора, который не разбирается, недель заангажирует, простой человек положил штуку баксов на биткоин, купил 0,0 что-то там биткоина. И тут он стоит уже 300 долларов. Он понимает, что через месяц, два, год оно может стоить 10 тысяч долларов. Но в этот момент внутри-то червячок кушает, конкретный просто вот смотри на все красные трусы на полу или посчитай черные шарики вокруг. Что надо делать, чтобы не сойти с ума в этот момент? Скажите нам пример. Это очень хорошо. У меня 20 секунд. Давай. Есть два типа людей. Первый, которые, например, верят в крипту, как в технологию. Они купили и ходлят. Ну, это такое там холдят, короче. Ходлят. Вторые люди, которые говорят, слушай, я сейчас буду покупать, продавать, покупать, продавать и не железно все просрут. А теперь... Настя топовая баба, кстати. Настя молодец. Никогда не знал, что ты это... Вчера ты говорила, что это казино, а сегодня ты такая... Послушай, я реально не буду тебе... Я не буду тебе все секреты сливать, знаешь? На секундочку поверил. Я ты послышал. Я поверил, я думаю, кто это? Ты хрёгнул! Сука! Ты мой! Ты мой! Я сегодня твой... Малышка, ты меня за... Прости, извини, он мой сегодня. Не заигрывай со мной. Сучка. Я запутался. Малышка, он запутался. Выпутывайся. Смотри, одни холдят, другие торгуют. А у обоих в этот момент... Смотри. Вот что? Вот смотрите, сейчас, вот прям на сейчас момент, был он тут, стал вот тут. Вот представь. Гагарин шоу за 40 выпусков ни разу не давал торговые рекомендации. Это правда? А, нельзя говорить ничего? Нет. Потому что любая рекомендация неблагодарна. А-а-а-а. В моем случае... А в моем времени рекомендации. Психологически... Психологически... Как вы спасаетесь? Можно я отвечу? Я за себя скажу, ты за себя. Если хотите, если ты... В моем случае, в моем случае, в моем случае, когда мне в шестнадцатом году... Ты же попробовал? Пришла крипта ко мне, я говорю, ребят, скажите, пожалуйста, вот крипта, вот покупайте, покупайте, они все... Нет, 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 потом они все зашли на хаях, уехали на хопах, ну все как по классике. Спрашивают, что они уехали на хопах. Если ты зашел на хоях, да, ты заходишь на хоях, ты уедешь на хоях. Зажел на хоях, уже он... Это рыночная ситуация. Это рыночная песня. Ребят, у меня почему-то в наушнике играет Гагарин, я вас любила, ой. На, 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 на. Короче, все люди, которые мне спрашивают торговую рекомендацию... Это в голове, это голоса, которые... Торговую рекомендацию мы не просим, мы психологическую рекомендацию. Нет, вообще... Как не ебнуться головой с вами? Можно я скажу? Давай. Ты сейчас молчал, сидел 45 минут. Да. Вот если ты веришь, ты ее покупаешь и держишь. Если не веришь, на тебе все. Да мне умереть хочется, когда он начинает говорить. Теперь ты. А теперь попутывайся из того, что он наговорил. Ну-ну. Ну можем не отвечать на этот вопрос, ребята, я вижу, что это чем-то для вас, для вас, не очень. Давай, про сейфмар, сейфмун, ходил... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подожди, это что такое? Ты слышал? Ты слышал? А ты зашел? Нет. Молодец. Но все больше, больше напоминает для Настичку. А я зашла. Питье из головы дает о себе знать. Вова, пожалуйста, хоть ты можешь сказать, ответить на один вопрос? Просто ответить на вопрос. Ну как? Если тебе задают вопрос, на него неплохо было бы ответить. Совет, как бы? А не заниматься. и не дрочить в воздух, языком своим. Да. Так вот, давай. Да. Вот смотри, вопрос очень простой. Коротко в монтаж, смотри, какой вопрос. Леша Дурнев, мой друг, интересуется. Как не сойти с ума, когда биткоин внизу? Когда биткоин внизу? Так вот. Эхо? Или мне кажется? Какое-то пафосное эхо, или мне кажется? А когда биткоин внизу? А когда биткоин внизу? Так вот, для того, чтобы не сойти с ума, нужно, в первую очередь, иметь возможность оценивать риски, оценивать свои возможности, и, соответственно, не перебарщивать с этим. Это называется в цивилизованном мире Манименеджмент. Манименеджмент. Да. Вот скажи, элементарный, вот смотри, вот хорошо, вы великолепно отвечаете на этот вопрос. Ведь и вата так, блядь, лучше любого депутата, блядь, Верховная Рада. Но я просто хотел, чтобы вы сказали два совета. Нужно потерпеть, и все будет... А вот что я хотел от вас услышать. А я тебе это сказал. А да? Извините. Биткоин будет стоить один миллион долларов. Один миллион долларов. А торговая рекомендация? И он будет стоить один миллион долларов. Сначала будет стоить 120 тысяч, а потом будет сто миллион. Не важно, когда он может стоить и по 700-14 долларов. Леха, во-первых, поправь, пожалуйста, футболку, во-вторых, закрой, пожалуйста, свой рот, наконец-таки. Пасть, я свою прикрыл. Все, закрыл рот и молчишь. Это я не твоя жена. Просто рот закрыл и молчишь. Я, потому что, просто уже пятку раз теряю мысль, блядь. Найди ее, пожалуйста, и можешь с ней совладать хоть чуть-чуть. Давайте выйдем из этой темы. Не, не, не. Тема на самом деле оху... Ну, то есть, есть несколько правил очень важных. Первое правило рынка и то, что мы с тобой договаривались обсудить. Первое правило рынка рынок всегда забирает слабые руки. Что такое слабые руки? Слабые руки это инвестора, которые готовы забрать профит, но очень волнуются в момент волатильности. А. Это слабые руки. Слабые руки это пища для крупных игроков. Всегда. Поэтому, когда ты волнуешься, когда ты вот это просыпаешься, типа, ой, 10 тысяч, ой, уже 7, что делать? Ты слабая рука. Ага. Ты пища. Ты рыбка. А где-то сидит вот этот вот дядечка, который... Сильная рука. Сильная рука. И ждет таких, как ты. Кто-то продаст на 7 700, кто-то продаст на 7 200, кто-то продаст на 6 800. Самые хуйши рыбки продадут на 6 500. Но ты заработаешь, только если ты та рыбка, которая сидела и говорила а там нет, выпускай будет 6 200, 5 800, 5 300. Я вообще бухаю, мы с пацанами висим. И он говорит, о, наживка. Снял наживку, просто ее захавал. Ты сильная рука, если твоя рука не дрожит. Баффет мыслит категориями инвестиции в 25 лет. А у нас почему-то успешный успех пытается ускориться и пытается сделать инвестицию успешной в рамках 5 или 10 лет. Безусловно, конечно же, когда мы наблюдаем вот этот десятилетний рост актива и его стоимости, мы понимаем, что рынок текущий, а точнее его манипуляторы приучают инвестора, молодого, нового, вот он только пришел, салага, приучают его к тому, что деньги быстрые. Но деньги никогда не быстрые. Деньги это всегда долгосрочная стратегия и сильная рука. Смотрите, капитал и масштабирование капитала это всегда долгосрочная стратегия, независимо от того, какими бы ни были передовыми инструменты. Вопрос в иксах, потому что, если мы стоим на передке, то, конечно же, иксы нас ждут значительно выше, нежели если бы мы с вами попытались работать с углем или с джипи морган или с какими-то прочими активами. Я помню это, скажи мне джипи. Да, да, да. Проклятая ван дер Бильдиха. Соответственно, отсюда, Лех, отвечай на твой вопрос. Да, классный ответ, кстати. Сильная рука это независимо ни от чего. Когда становится сильно страшно на рынке, это значит, что нужно покупать, ребята. Покупать. А не продавать. Когда становится страшно на рынке, продает слабый, продает слабая рука, а сильная рука забирает. Это момент номер раз. Момент номер два с точки зрения мани-менеджмента, о котором ты меня спрашивал. Никогда не инвестируй сто процентов своего актива. Если ты сильная рука, у тебя есть депо, твой баджет, на который ты готов размышлять на тему покупки. Присела цена, всем страшно, а ты взял на десять процентов. Всем стало пи***, как страшно, ты взял еще на двадцать процентов. Но ты никогда не в сделке на сто процентов. И это правило номер два. Не бзделка. Ты никогда не бзделка. И это, Леша, правило номер два. Ты должен быть сильной рукой правила номер один. Правило номер три. Ты должен всегда иметь свободный запас своего депозита, если ты работаешь с рынком. Это правило номер два. Вот это ответ на мой вопрос. Вот это ответ на мой вопрос. Браво! Так, ребят, смотрите, тут такая шняга поступила. Сороковый выпуск. Влияние одного из гостей, который приехал с модной прической. Я давно хотел это сделать. И ввиду того, что у меня через недельку будет день рождения, я сегодня подстригусь под потапом. Под ноль! Под ноль! Под ноль! Давай! Давай! Потап, скажи, ты готов подстричь Глеба под себя? Ты понимаешь, что... Под себя не надо? А я... А я должен стричь Глеба под себя? Дело в том, что я не стригусь, я бреюсь обычно. У вас есть бритва? Я побрею Глеба. Давайте так, подстригу ты его кто-нибудь другой, а я его добрею. Вова, Вова, я понимаю, почему... Рано! Вова, рано! Ты рано еще в бизнесе... Спрячь! А, е... Ну давай, поехали! Нет, 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 нет! Давай сейчас прочитаем новости. Правильно он говорит! Мы выпьем чуть-чуть! Ладно, поехали в новости. Давай! Новости, погнали! Итак, друзья, новость это или это, это или это, это или это, выпало вот это. Ты так покупаешь крипту, да? Или продают? Вчера все продавали. Сильная рука, сильная рука. Не, у них знаешь, какая ситуация бывает? смотри, в рынке очень важно сделать все быстро. Вопрос решается секундами. Я пишу в чат «Продаем!» Через три с половиной минуты Глеб пишет «Что делать?» да но ты понимаешь чем прикол он сидит и следит за рынком но он же говорит он же он должен следить за какой-то тенденцией динамика и тетяность а читай новости по через 20 минут родни улька и малыш им я говорю хорошо выходим через 20 минут это автоматически 45 понимаешь она я же всевидящее око я же могу предугадать куда пойдет рынок в любой момент я такой типа за две недели тебя предупреждаю глеб котики в 4 января как в 12 часов волну я вас прошу давайте прочитал но сюда мы хотим не соберем это я не хочу спать потом просто не соберем это все новость новость от мистера g учредитель стартапа свайп а его которого состоялась на binance сжег выделенную ему токены на сумму 257 миллионов долларов чтобы сделать проект успешным cz очарован cz это seo binance но это полная он не очарован он не очарован как ты прочитал это было бы я тебе говорю я человек ну что сказать ну что обсуждать ну что сказать ну что сказать устроены так люди есть вопрос к тебе да что ты считаешь по поводу binance binance допустим предположим рубрика предположим рубрика предположительная методология можно как-то по культур не шаг мы это встали в выпуск а конечно ребят не рекомендую вам пользоваться бирже binance ведь неизвестно кто стоит у ее руля но это же правда но вот уже можешь правда это же правда ребят прав 17 юрисдикций они 28 ли уже ну что у нас дальше новость давай да да ребят автор канала на тик ток ты знаешь что такой тик токти 40 тик что а тик ток это когда лицо дрожит как он не знает но лёх у меня 600 тысяч подписчиков тик ток я завалил автор канала на тик ток у тебя сколько у меня 40 пара или 4 у тебя меньше чем у меня да сколько у меня уже 57 серьезно а у тебя у меня топовый видос я много 400 тысяч просмотров я рассказывал про инфо циван а вот у кого еще набрал послушай автор канала тик ток решил продемонстрировать простоту создания шиткоина шиткоин а ну-ка шина к его верные подписчики тупые купили монету скам на полтора миллиона долларов ням говно дерьмо собачье на полтора миллиона купили левую шутку нормально говно деньгам всегда говорили скам деньгам отлично скам деньгам скам я предлагаю сделать муха коин муха муха тело деда конь который садится на скам каин да да смотрите здесь на самом деле очень важный ключевой момент заключающийся в том что bitcoin и криптовалюты ассоциируют постоянно с пирамидой и с мошенничеством именно потому что человек в основной своей массе не образован с точки зрения экономики с точки зрения инвестирования с точки зрения money management и так далее и поэтому мы наблюдали такую тенденцию трижды мы наблюдали такую тенденцию в тринадцатом году мы наблюдали такую тенденцию в семнадцатом году и наблюдаем ее сейчас появляется какая-то и люди свои кровно заработанные деньги кто-то на заводе кто-то будучи официанткой кто еще на ком-то другом поприще несут вот такое дерьмо вот в эти шутко или думал да и там все теряют потом приходят домой и говорят это все развод криптовалюта вот так они говорят но знаешь дурня в тебе эта новость подходит слушай ну на сейф марсе на сейф муни они что миксы сделали такая время от и мы тебе насти посадили ну все что выводы меня наступать все что хури и сумму каждую а пока же вот ты сам слушайте вот да именно такие люди подпор подпорчивают подпор парчевая парчевая то не подпорчат а те кто пердят под парту и наша постоянная рубрика прямая аналогия прямая прямая плохая шутка и мой анал прямой анал алексей андреевич да алексей андреевич вас там под стульчиком есть тоже подарочек маленький да вы что сколько что можно вдруг и обреете лифчик а я должен в этом считать в рыженькой рыжий андреевич рыженька из не ангелов о да так а ну прощай юрий лоза приехал глаза итак новости а рэпер snob dog продолжает праздновать день долги до сих рэпер snob dog продолжает праздновать день долги выпустим видео с полетом на космическом корабле в компании собаки сибаину на другую планету еще раз парами амиго сына час рэпер snob dog продолжает праздновать день долги выпустим видео с полетом на космическом корабле в компании собаки сибаину на другую планету браво что сказать старичок ну просто улыбай ну реально лучше сибаину сибаина 2 секунды в корабли к тебе долги день долги день отмечает snob dog а ты знаешь на самом деле в крипто рынке и же не только долги день получается а есть еще и пицца дэй и пицца дэй за что-то за замес вообще нет чувак 2011 или 2010 году купил за 50 тысяч биткоинов пиццу 10 тысяч за 10000 за 10000 за 10000 биткоинов купил пиццу долга да извините этот день будет 20 этот день замечается каждый год а вы знаете еще такую историю слышу про чувака который накупил кучу биткоинов и забыл пару на таких таких очень много и забыл пароль и пытается покончить жизнь самоубийством уже как-то на свалках ищут компьютеры это ужас да 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 это ужас вот эта ситуация ловушки оказывается то есть ты мульти миллифакен аннер и ты забыл просто эти сука эти с пасворд понимают и ты знаешь легкий я тебе скажу еще один немаловажный момент можно ли убрать с точки зрения с точки зрения психологии у нас есть два типа людей люди которые говорят на сегодняшний день что купили бы то есть такие типа но если бы мне кто-то сказал что можно купить биткоин по 15 долларов я бы набрал на на миллиарда его всех друзей а все наличные деньги чтобы купить биткоины и вторые так купить и долги сейчас смотри на самом деле были чего не ключевой point заключается в том что у биткоина ограничено количество не ключевой point с точки зрения финансов заключается в том что по 5 долларов покупать bitcoin было дорого по 100 долларов покупать bitcoin было дорого по 1000 долларов покупать bitcoin было дорого по 10000 три месяца назад было как дорого покупать биткоин по 10 тысяч долларов и я тебе скажу такую практику я приходил к людям которые обладают большими финансами и говорил ребята купите биткоин когда он стоил 3300 в моменте с трактористами там все что-то с они мне все говорили и они мне душевная пахота была да и мне все говорили не какой на этом тебе сейчас это типа вот это которая выросла с 50 долларов до 3000 я рюда они мне знают таким уж я в смысле так он же упал с 20 тысяч до 3 я говорю роднюлька а подожди а то что он вырос с одного цента до трех тысяч долларов это для тебя как и но тебя ситуация смотрится тебе приемлемо горит какая-то он же упал с двадцати до трех ну значит опять но это не это разводилова и ни один не купил нет кроме одного один человек из моего окружения пошел сдал очень немалое количество золота а у лепрекон садил монет сдал он что-то не нашел и на это 100 монетка он был салью биткойн продал очень много килограмм золота и купил биткойна по цене 3 300 3 500 3 800 и 4 5 молодец по зависть то есть покупать bitcoin за 50 и 60 это недорого это недорого это недорого это недорого но диверсифицировать риски и не бежать сломя голову не покупать на все бабки выделить процент от своего баланса депозита с которым ты готов мириться и работать выделить небольшой процент и каждый раз когда тебе рынок дает возможность купить ниже оценивать как дисконтирование то есть если ты купил джинсы за 5 а вторые за 10 то ты купил две пары джинс получается по 7 500 правильно же вот так работает и с биткоином хорошо отлично дальше новости 3 мая состоялся аукцион фотографии с последней фотосессия лидера группы нирвана курта кабейна работы будут проданы в виде nfc фанаты группы называют это наживой на мертвых не верю что фанаты они покупают и нефти и вообще nfc мать вашу давайте поговорим о n мады факин ты лишь давай может быть перестанем перед нашей публикой выебываться и скажем что все таки мы делаем большое дело совместно да мы делаем большое дело совместное и за это поднимая задавала а это звучит как то да это как тост давайте коротко я хочу спросить вас как из вас коротко каждый коротко давай городка тезис на понимать что такое нефти лёха себя давай вот как простой человек простой дур не понимают и нефти не так человек который продал между прочим и нефти в украине за до 1000 уже сделал это он уже запустил футболками шутками если нет мы сделали мы запустили токен и продали его за бабки людям людям процент люди накупили мы пропили уже ой так и так ну лёша валюта имея практический опыт ты взял картинку за своими мы взяли картинки который нарисовала малюнок художник который рисует нам все всю графику для наших программ для футболок все а взяли 10 классных картинок и сделали цифровой слепок этих картинок и что цифровой слепок и нефти предполагает в форматы разные джи пэг м п такое то есть это там целый набор форматов то есть любая в принципе в рисунок вот компакт любой здесь было важно то что мы продавали историю история потому что каждая шутка и лёша дурнева это какая-то если ли просто к сожалению не смотрят за пабликами white beat как бы а там это опубликовалось неоднократно что white beat запустил с дурневым продажу и нефти как бы ну а мы как бы сидим вот так вот смотри в пабликах ты снасти ама смотри туда вот а мы говорим о том как ты понимаешь что такое и нефти вот давай я же я тебе говорю что это цифровой слепок цифровая копия медиапродукт медиапродукт да потому что он есть он и весь в джипэг например и ты берешь его и через блокчейн делаешь копию в одном в одном экземпляре этой штучки и ты можешь имея вот этот и нефти ты можешь его продать полностью оригинал этой картинки а человек который покупает и нефти его от права полностью на эту картинку картинку хорошо глеб скажи пожалуйста же такое нефти для тебя но мы это уже очень сильно долго обсуждали тут просто коротко если сказать только и нефти в твоем понимании глебовском в глебовском глебовском но это хорошо меня были деньги это как продать тебя в этом парике понимаешь такого больше не будет один раз один раз один раз не продается вот если себе тебя сейчас кто-то сфоткает вот так вот и мы это продадим такую фотку это больше никогда не оденешь этот парик то тогда это и в этой студии уникальное событие это уникальнейшее событие и это будет круто ты скажешь и кто-то купит и скажет вот у меня единственная копия вот этой фотографии потому что никогда алексей потапенко не был с рыжими волосами в виде юрия лозы ты не смотрел мои все клипы то есть получше и больше того не был даже на некоторого рода вечеринках от человек который покупает эту фотографию коллекционер уникальных фотографий из потапа в рыжих париках в чем его смысл про смотри чем его бенефит можно расскажу ну вот смотри буквально на прошлой неделе произошла в баскетболе самая дорогая покупка в истории баскетбола купили майку майкла джордана в которой он играл в университете северная каролина за 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч долларов что в этой футболке да ничего ее можно напечатать там сделать там и так далее вот но это именно вот то футболка который он который он и в этом ее ценность все а если мы делаем фотографию этой футболки и делаем из нее nft нет фотография это не то это не то должен быть какой-то уникальный уникальный и код физический объект уникальный ну то есть если эта фотография нам нужно в как-то всех уверить что нет больше аналогов я не знаю как это сделать мы прописываем код и так далее ну короче это единственная фотография и она у меня и и ценности и и условно на этой фотографии написано nft но я не знаю там и навсегда и я башка глебушка либо не да бон либо швили либо завар но что-нибудь такое либо вид за смотри дело даже не в том что люди понимают или не понимают ключевой момент заключается знаете в чем not findable токен или как-то но вот он вон он фанга был дело не в этом ключевой вопрос заключается знаете в чем в том что на сегодняшний день за спиной получается за амбразурой людей которые привыкли жить определенным образом там и так далее формируется абсолютно новая реальность новая реальность то есть сегодня сотби торгуют и вот здесь сегодня люди миллионы людей приходят за кредитами в декс платформы они в джипи морган сегодня люди идут и вкладываются не в нефтяной сектор а покупают доги то есть к обывателю отголосками приходит новая реальность но это как такой voice of tone знаешь типа где-то они не понимают что сейчас развернулась целая компания за их спиной и знаешь что самое в этом главное самое главное в этом то что завтра они будут обязаны обязаны не просто должны будут попробовать они завтра будут обязаны владеть этой технологией и это же не первая ситуация в мире нет точнее в современности когда-то мы думали что электронная почта это какая-то которая нам просто нужно может быть а теперь без электронной почты ты дерьмо ты не можешь открыть банковский счет без электронной почты ты не можешь купить фен в розетке без электронной почты ты не можешь них без электронной почты вот так вот криптовалюты это новая финансовая реальность и все вот эти продукты, Лешенька, о котором ты в том числе говоришь, NFT, это элементы новой цифровой реальности. Абсолютно. Они просто прилетают как отголоски. Типа, а завтра мы будем продавать музыку через... Музыку, 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 музыку. Я хочу тебе сказать, сегодня мы будем продавать музыку через NFT, а завтра все будут продавать музыку через NFT. Но ты можешь не спойлерить? Я не спойлерю, я просто... Ну ты можешь не спойлерить, но я же простил тебя. Я смотрю на реальность. Я просто смотрю на реальность. Я хочу добавить к вам, ребята. Криптовалюта и весь этот механизм это сегодняшняя реальность. И если мы не можем как общество отделаться от шока, то у нас наступает момент принятия его долгий. Момент отрицания вначале? Отрицание мы прошли. Не, мы еще не прошли. Еще будет долго. Ты это п***ц. Ну зайди, зайди, зайди. На улицу, выйди, расскажи кому-то. Но мне... Ладно, не буду рассказать все тайны. Я хочу сказать об NFT. NFT это современное искусство. Это тот же самый Ван Гог, это Моне, это Айвазовский, но только в Digital. Но только с правами. Но только с правами. В уникальном экземпляре. И единственная вещь, которой ты действительно владеешь, потому что ты, она на блокчейне, потому что у тебя есть свой уникальный код, который невозможен. Единственный. Единственная вещь, которой ты владеешь по-настоящему. Даже жена может от тебя уйти, если ты не снимешь этот рыжий парик и будешь травить Настюю в бородатом варианте. Даже жена может уйти. Даже дом ты можешь продать. Или поговорить на этом. Но, сука, это единственное, что у тебя есть настоящее в этом, сука, ненастоящем мире. Если кто-то мне скажет, что блокчейн это полная хуйня, я возьму этот код и засуну, сука, через жопу. Ему в глаз, потому что это единственная вещь по-настоящему, которой ты единственный обладаешь и все, больше никого. И все, един. Больше ничего. Квапиру, машина. Да. This is sport. Да. И это можно проверить любому человеку, любому человеку, у которого есть доступ в интернет. Я предлагаю за 40-й выпуск поднять. Это обязательно. Потому что мы давно серьезно общаемся. Но и ты из головы. Ребят, но я, конечно, подозревал, что я правильно еду в сторону NFT и крипты, но я не знал, что по дороге я встречу таких волшебных гномов, которые окажутся великанами. то есть ты даже не подозревал. Вот смотри, вот люди посмотрят на нас. Вот сидят все вэлси, хелси чуваки, ездят на супермашинах, огромные, то есть мы ворочаем, мы серьезные бизнесмены. я пью из головы тёлки, мы материмся. Это не тёлка, лёш, это не тёлка. Это Настя, лё. Это бородатая Настя. Это мэдок. Вот кто из-за родителей скажет, вот ты чтоб с этими не связывался никогда, сыночек. Ну, какой мы имидж? Ну, дайте сядем в костюмах, блядь. Давайте пойдем на ЛАУТЕ1, блядь. ЛАУТЕ1. А сейчас мы расскажем вам трошки про новую технологию, которая называется NFT. Это неведомое поединение слов, означает только одно. Нонфандомл токен, что переводится как нефундующийся токен. Что делать, блядь? Как доказать, блядь? Так вам доказать. Что ты за человек? как ты сюда попал вообще? А с другой планеты. Это моя ночь. Я хочу оправдания вот этой всей истории перед тем, прочитаешь новость, сказать, что не смотрите на нас, что мы дуркуем здесь. Эти ребята помогают огромному количеству детей и вытаскивают их вообще с того света. Благодаря своей работе и благодаря своему продвинутому мышлению. Вот когда криптовалюта действительно помогает обществу. есть социальный запрос, который вы не представляете, просто они скромные, им, конечно, весело подурачиться, подевать парики, подурагонить, чтобы эта энергия вышла, но за этими чудаковатыми парнями стоят добрые души, которые помогают детям, и я их за это уважаю. Они об этом очень скромно умалчивают, а я хочу вам поаплодировать. Спасибо вам. И об этом надо говорить. И об этом надо говорить. Пусть берут с нас пример современные бизнесмены, а то они только строят церкви со своими именами. Я же тебе сегодня сказал, что для меня это какой-то такой момент очень странный. Ты понимаешь, вот в современной медиасреде мне почему-то, ну это наверное такое мое какое-то глубинное моя ошибка может быть, но мне кажется, что меня воспримут как человека, который этим кичится. То есть ну вот я помогаю действительно онкобольным детям. Очень много детей. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. И понимаешь, в современной медиасреде мне кажется, но мне кажется, что все воспримут это как хвастовство, не воспримут это как благодать. Нет, ты знаешь, лидер должен задавать тон. И я считаю, что об этом надо говорить. И вот того, что вы сейчас сказали, вот этого достаточно. И всем тем, кто напишет комментарии, что вы думаете? Напишите, пожалуйста, это хвастовство или нет. Говорите о своей благотворительности. Я считаю, что это классный пример. Мы, к сожалению, у нас не так много лидеров мнений. У нас не так много, так скромно мы должны показывать пример, давать людям. Кто-то следующий за нами, кто-то рядом с нами, кто-то параллельно нам посмотрит и скажет, и я тоже буду помогать. Это как правило дорожного движения. Ты уступил, раз, два, три, он заметил. Даже жлоб, который тебе не уступает, он заметил. И в следующий раз он подстроится. Правило движения дорожного написано кровью. Значит, кто-то где-то не уступил, врезался и разбился. То есть, мы сейчас с тобой говорим о том, что и жизненные движения написаны кровью. Да, но я не об этом хотел сказать. Так, ребята, давайте... А у меня еще одна новость. У меня новость. У меня новость. Можно я прочитаю? Поехали. Между прочим, дорогие подписчики, дорогие. Во-первых, вы не знаете и не в курсе, что я пою, но это полбеды. Вы не знаете то, что магистр музыкальной индустрии нашей страны и не только нашей дал мне сегодня несколько дельных рекомендаций. И когда я начал, и когда я начал вот это вот свое привычное «По море-море преданным скалам» Леша, ты можешь ее успокоить? Настюш, пожалуйста, давай не в баритоне, хотя бы в сопрано. так вот, когда началось, когда началось, значит, некоторого рода песнопение, Леша мне дал дельную рекомендацию, о которой, кстати, может быть, я когда-то задумывался, потому что я, типа, приходя в караоке, сразу раздаю все козыря, все тузы на столе, а он мне дал очень дельную рекомендацию. Он сказал, «Подожди, прикорми рыбку, покажи, что, как бы, типа, ничего не происходит». Не сразу. А после этого раздай на «ц». Покажи всю перспективку, которая ожидает их в некоторого рода других заведениях. Знаешь, когда мы сидим с Настей в караоке, и вот люди поют, иногда бывает такое, и это невозможно, потому что люди часто видят нас, что мы сидим за синим столик, начинать петь наши песни нам. А то ужасно всегда. Это уже невыносимо. Это ужасно. Это песни, которые ты пел, знаешь, писал. Это хуже, чем я пою «Я смеюсь твоим смехом». Это дело не в этом. Ты же слушал эти песни 10 тысяч раз. Ты их делал. Ты их делал. Ты их тысячу раз зашел, когда оно делалось, потом тысячу раз пел, когда на концертах присели. Или там в программе они были. То есть это ненавистный материал, который ты обожаешь и ненавиднешь одновременно. Но дело не в этом. Мы сидим, терпим, 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 пьем, 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 стараемся не слушать того, кто поет. И я говорю, Настя, я прошу счет и говорю, Настя, пожалуйста, на выход, выходная, так можно сказать. Вот и Настя берет микрофон, мы заказываем одну песню и она всаживает гвоздь. Поворачиваются все столы, но мы уже рассчитались и это все с выходом на улицу. И только что-то шли. А какую? Она поет что-то обычно. Она поет разные разные песни испанские, например, история Доуна Мора, она поет такие, знаешь, балалы. Причем это же не, вот это вот не сцена, не типа не звук. Это вот реально вот это вот. И после Ласкового Мая, тем более, неожиданно хорошая музыка. Как было бы прекрасно спеть с Настей Андрея Бачелли и Сара Байсман. Андрея Бачелли, да, я обожаю. Да, прекрасно. Прекрасно, да. Ну вот сейчас благодаря нашим выпуском Настя поменяет свое отношение. Она же думает, что я поехал в казино, понимаешь? Я хочу сказать, посмотри, я честно делюсь тебя. Я вот с Настей говорил, и она говорит, а где ты куда-то едешь? Я говорю, еду в Харьков, классные ребята, мы с ними там работаем над проектом, вот такие. Чем занимаются? Я говорю, ну, не криптобиржа. А, казино это? Я говорю, нет, Настя, нет. Ну то есть у меня даже дома еще пока что это вы про отрицает. в моменте принятия. Но я тебе хочу сказать, когда я ей куплю шубу из-за битки, искусственно, за битки, она поменяет сразу. А сразу поменять свое отношение. А это за биткоины? Нет, как ты купишь? Ты подойдешь вот так вот. Пик. Да, и это будет не карта. Никуся, скажи просто, вот эта вот сумка популярная у девочек. Биркин. 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 35 штук. Если мы Биркин, ты самый топовый за биткоин. Ребята, я, во-первых, как муж скажу вам спасибо. Леша, а теперь я тебе перед камерами говорю. С этого вечера мы с тобой выстроим коммуникацию в Телеграме. Только по биткоину. 10 дней для того, чтобы купить Биркины шубу. Ты услышал меня? Да, услышал. Услышал. Ну, шубу надо защищать животных. Давайте только не из шерсти. Какую? Не из шерсти. Не искусственную. Но дорогую. Давай джинсовую куртку. Да. Off-white, например. Да, Биркин достаточно. И сумку биркин, и куртку off-white. Выключить white? Да. А white всегда включен, white beat. онлайн. Ребята, давайте прочитаем по новостям. У меня последняя новость. Абсолютно бесполезный токен UEFI подорожал до 95 тысяч долларов, господа. Летом прошлого года токен, который, по словам его создателя, абсолютно бесполезен и не имеет никакой ценности, торговался по 35 долларов. Меньше, чем за год стоимости альткоина поднялась на 200, твою мать, 71 тысячу процентов. Мои дорогие друзья. Почему? Я объясню, почему. Кто-то влил? Я, как человек из трейд-индустрии, предполагаю, что, скорее всего, на графиках UEFI тестируют поведенческую реакцию масс в рамках рынка биткоина. То есть, эта монета, этот токен начал торговаться в похожей политике ценообразования, как биткоин. И мне кажется, что вот эти вот все скачки это тестирование рынка на базе вот этого токена. То есть, на самом деле, ликвидности в нем очень немного, потому что я в моменте, продавая этот токен, когда он находился в моменте цены там, в моменте 30 тысяч долларов, я его слил там, может быть, на 200 или на 300 тысяч. сливал, понятное дело, на нескольких площадках и в моменте стаканы пошли по 5. То есть, ликвидности в стаканах нет. Объясни, что такое стаканы. Стаканы, это заявки покупателей и заявки продавцов. Это стаканы. Я хочу купить по 55, я хочу купить по 54, я хочу купить по 53. и другие чуваки. Я хочу продать 57, я хочу продать 58. А давай научимся. Давай. Я хочу такой быть. Я еще музыкант этого всего. А ты ведешь шоу. Я представляю, как мы с тобой. Поможи нас научить дурневую? Пожалуйста, за 10 дней. Давайте я сам куплю Биркин, это только научите это правильно. Давайте снимем про это. миллион долларов за неделю. Давайте. У нас проект заедет. заедем на хату трейдера, засядем возле двух мониторов. Ребята, я вас слушаю. Хата трейдера. Хата трейдера. типа дом 2, только хата трейдера. Нет, миллион за неделю. Мне нравится. Хата трейдера. Снимаем отдельное шоу. Мы с дурневым учимся, зарабатываем миллион за неделю. Если не зарабатываем, значит, мы два датла. Ребята, давайте сделаем хата трейдера. Ребята, хата трейдера, смотрите, мы будем психовать, мы будем нервничать, у нас будут потные ладошки. Но только по правде. Мы будем в натуре по правде. Если у тебя на сделке лежит миллион двести тысяч долларов, ты же не по правде бы волноваться? Подожди, миллион заработать, с какой суммы? Это важно. суммы даст? Это важно, это важно. Нам надо самим эти деньги стартовать, чтобы мы нервничали. Или мы сидим, или сидим с соткой баксом, пока не заработать миллион. Две секунды, нет. Смотрите, мы делаем равнозначные капиталовложения, например, скидываемся по сто. Так, окей. И начинаем игру. Нет, не игру. Мы должны не конкурировать между собой, мы должны работать сообщенно. интересно. Команда. Мы здесь будет работать очень просто. две команды. Потому что во-первых, лучше работать с комьюнити. Мы будем работать, как мы работаем в финотделе. Первое. Никто никогда не должен оставить пост. Нет такой ситуации, в которой все спят. Ребята, давайте читаем новости и обсудим это вне программы. Это хорошая идея, но она просто зачем это мы так опробуем свое участие. Ты понимаешь? поверю, мы опробуем сейчас свое участие. За миллион неделю я играю. Я играю. Леха, не поздри меня. Я тебя втянул. Хорошо, новости. Илон Маск. Илон Маск обеспокоился неэкологичностью криптовалюты после его заявления о том, что биткоин потребляет энергии больше, чем вся Швеция остановила продажу электромобили за криптовалюту. Данный способ оплаты поддерживался всего полтора года. Той же ночью курс биткоина упал на целых 17 процентов. Какое говно? Я считаю, так, можно я скажу? Человек никогда не публикует новость, когда он знает, что произойдет. Если я у Потапа за то, что он пришел поздно, я знаю, что я уже получу 18 сумок и один ламборгини. И все. Блядь, я никогда не думал об этом. Ты сейчас Настя, ты знал всегда как? И Настя такая поехал в Харьков кублюдкам конченым. Блюдки открыли глаза. И все испортили. не можешь. Я хотел забрать с этого Лешки все. Биркин, ты можешь приходить. Должны быть мои. Биркин нам ждать целый год, а вот побрить Глеба можно прямо сейчас. Вручите стрижку. Гагарин шоу. Я ля-ля-ля ля-ля-ля Леб мы тебе сделаем моложе, красивее, моднее. Моднее. Нельзя, нельзя, нельзя музыку. Нельзя музыку. Это я убрал. Ля-ля-ля ля-ля нормально так? Да? Нет, отлично. Тебе заходит? Ребята, я... Леб, тебе хорошие волосы. Вы не понимаете, я... Хорошие, красивые... Уф, волосы, ничего в армии теперь воспитает. Нормально. Там ты про биткоины не наговоришь. Вы прикиньте, меня бреет Потап. Просто вот вдумайтесь. Криптовалютчик ничего. Было такое, но это, я считаю, наберет максимум просмотров. Так, давай честно, да. Потап же разбирается в бритье. Смотри, как он. А? Ничего? Не больно? Нет. Потап, почем у тебя стрижка. 600. Этериумов. А тут густой какой-то сгусток. Леха, ты понимаешь, что происходит вообще? Ты попал на 600 этериумов, понимаю. Я попал на волосы пока что. Какой-то сгусток, говорит у тебя. О, давайте устроим голосование посреди выпуска. Пока ты не отправишь донат, ты не досмотришь до конца. Побреет меня или нет? Это какой-то из жизни дурнего. вообще его выпуска какой-то. Давай какой-то криптовалютный какой-то. Криптовалютный прихват. Прихвати какой-то. Как я буду красив? Так, давай, как я сейчас. Вот, мне кажется, вот, мне кажется, вот так. Борода я ставлю. Мне кажется, вот так абсолютно. А ты можешь ему оставить букву М на голове. Метро? И мозги тоже. мозги. Слушай, надо, наверное, снять насадку. А теперь попробую. похож на Илона Маска. Скажи. Ты можешь все состричь, а не выбривать там что-то? Я же тебе красивенько делаю. Тебя же никто не дострижет здесь. Не однажды. Хотя, может, супруга? Нет? Она меня добреет. Да? Брат добреет. Так. Я сейчас снимаю. У тебя же много. Поросло травой, поросло травой, поросло травой, место нашей встреч. вот вложу я в биткоин, разбогатею в тот час и побрею на глаз. И побрею на глаз это факт. Слушай, как тебе хорошо. Как тебе хорошо. Я тебя полностью брею, я тебя так аккуратненько. Я же не вижу себя, вы понимаете, что я не вижу себя? Ну что же, друзья, Гагарин Шоу это не просто передача про криптовалюты. Это передача про передовых людей, про передовую индустрию. И знаете, что самое главное? Это передача про настроение. Здесь мы с вами всегда настоящие. Мы, твою мать, 40 выпусков всегда самые настоящие. Ни разу мы не на***ли. Мы ни разу не на***ли тебя, мой зритель. Поэтому колокольчик, подписку, комментарий. Мы ни разу тебя, ютуб-зритель, не на***ли. Еее! Предпошел. Нет, конечно, вы... Есть качественные шоу, но такого... Знаете, что я сегодня получил по-настоящему как будто ребенок 15-летний. Ну и конечно же, мы были бы не мы, если бы у нас не было прекраснейшего подарочка для наших подписчиков и для наших зрителей, даже тех пи***стов, которые смотрят нас на твою мать, крысу. Поэтому ЮАН-ШОУ! Всех вас любим, независимо от ваших гендерных как бы, знаете, предпосылочек. Гагарин Джоу Если хочешь, управляй мной, сколько надо поцелуев, столько возьми. Если хочешь, управляй мной, все, что хочешь, бери. Теперь я понимаю не все о тебе знаю и в так не попадая, срывает одежду. Любовь кричит, кто вы? Рабы мои, клоны, как дети мне дороги. Где же вы? Кто вы? Я сама не понимаю, куда привела меня дружба с тобой. Если хочешь, управляй мной, в моем сердце сколько хочешь, столько гостей. Я готова быть твоей судьбой, частью тебя или дашь вдохом последним. Если хочешь, управляй мной, сколько надо поцелуев, столько возьми, одержимая одной мечтой. жить в середине тебя. тебя, 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 тебя. Как ты быстро из Насти превратился в кавказского борца. Так быстро мы можем распугадеть только с вами на криптовалюте. спасибо пока давайте обнимемся сегодня супер нахренный выпуск я ж тебя еще не видел спасибо спасибо это хрен это хрен